Образ лисы оборотня, лисы духа довольно широко распространен в Азии. Но за пределами японских островов они почти всегда выступают резко отрицательными и малосимпатичными персонажами. В Китае и Корее лиса обычно оказывается заинтересованной лишь в человеческой крови. В стране восходящего солнца образ лисицы оборотни куда более многогранен. Неотъемлемые персонажи японского фольклора и литературы, японские китсуна обладают чертами эльфа, вампира и оборотня. Они могут выступать как носителями незамутненного зла, так и быть посланниками божественных сил. Их покровительницей является богиня Инари, в храмах которой непременно присутствуют изваяния лисиц. Некоторые источники указывают, что Энари – высшая китсуна. Ее обычно сопровождают две белоснежные лисы о девяти хвостах. Японцы относятся к китсуну с уважением со смесью опаски и симпатии. Вопрос о происхождении китсуна сложен и мало определен. Большинство источников сходятся на том, что китсуна становится после смерти некоторые люди, ведшие не самый праведный, скрытный и малопонятный окружающим образ жизни. Постепенно китсуна растет и набирает силу, достигая совершеннолетия с 50-100 лет, тогда же он обретает умение менять форму. Уровень сил лисы убрать не зависит от возраста и ранга, который определяется по количеству хвостов и цвету шкуры. С возрастом лисы приобретают новые ранги, с тремя, пятью, семью и девятью хвостами. Девятихвостые элита китсуна не моложе тысячи лет, и у них серебристая, белая или золотистая шкурка. Будучи оборотнями, китсуна способны менять формы человека и животного. Однако они не привязаны к лунным фазам и способны на куда более глубокие трансформации, нежели обычные оборотни. По некоторым легендам, китсуна способны при необходимости менять пол и возраст. Представая то юной девушкой, то седым старцем. Как вампиры, китсуна порой пьют человеческую кровь и убивают людей, нередко, впрочем, заводя с ними романтические отношения. Причем дети от браков лис и людей наследуют волшебные способности и многие таланты. От разновидности китсуна зависит его пол, возраст, способности, то, может ли он принести людям вред и даже время суток, когда он наиболее активен. Всего выделяют 13 видов, два из которых основные, бьяка и ноги целны. Как можно догадаться, бьяка, самая положительная лиса, божественная и белая, лиса, а ноги целны, ее полная противоположность. Бьяка, самая положительная и добрая лиса, прислужница Инари, в храме этой богини в Киото есть святилище бьяка, куда приходили молиться бесплодные и несчастные женщины, просящие благословения и милости. Издавна увидеть белую лисицу было на удачу, а фигурки этих лист часто дарили императорам. Генка, по сути, то же самое, что и бьяка, но черного цвета. Тоже хорошее предзнаменование, тоже доброжелательный дух, однако встречается намного реже. Рейка, призрачная лиса, чаще всего используется в историях о китсуна, трекстерах, которые вселялись в людей или разыгрывали их. Кстати, в современной Японии существует женское имя Рейка и широко используется. Якон, изначально ошибочно считалось, что якон, более древнее название китсуна. Позже считалось, что это синоним. Но потом было доказано, что якон называлось небольшое животное с хвостом, которое умело лазить по деревьям, оно даже было ближе к собаке, чем к лисе. Но уже в конце 17 века стали считать, что якон один из самых страшных, злобных и опасных китсуна. Тока, название китсуна, которых ходят ночью. В провинции Хитати этим названием называют самую обычную белую лисицу, бьяка. Говорят, что тока приносит рис, из-за чего имя этого вида и переводится как приносящая рис. Кори, китсуна, вселившаяся в человека. Так называли любых китсуна, когда они вселялись в человека. Большей роли это слово не играет. Куко, воздушная лисица. Персонаж китайской мифологии, который в Японии не прижился. Одно из общих названий китсуна как духа. Тинко, это еще одна божественная лисица. По некоторым источникам тинко, леса, достигшая тысяч или восьмисот лет, для японской мифологии ничего особенного не представляет, а у китайцев, возможно, была сопоставлена с тенгу, то есть воздушным духом. Дзинко, китсуна мужчина. Из-за того, что обычно в мифах и легендах лисицы превращаются в девушек, для тех, кто превращался в парней, придумали особое название. Это название используется и для тех мужчин, которые превратились в китсуна, и для тех китсуна, которые превратились в мужчин. Шака, красная лисица. В японских мифах не встречалась, а в Китае считалась как хорошим, так и плохим предзнаменованием. Внешне от обычной рыжей лисицы отличается только большим количеством хвостов. Яко, полевая лиса. Просто название китсуна, никаких положительных или отрицательных вещей в себе не несет. Тома и миобу связаны с культом Инари. Тома использовалась только в храмах, а миобу изначально обозначала придворных дам или прорицательниц. Из-за того, что в храмах прорицательницы присутствовали, название могло перейти и на самих лисиц. Помимо храмов, эти названия не были замечены нигде. Ноги целные, дикий лис. Злой дух китсуна, близкий к Якону и Рейко. Это название употреблялось только в тех случаях, когда рассказывали о мести или убийстве лисом. Однако в литературе употреблялось довольно нечасто, но закрепило за собой статус злого духа. Есть множество легенд, где китсуна, превратившись в девушку, пугала и подшучивала над прохожими. Есть, однако, истории, где в человеческом обличии женщины жили так долго, что заводили себе семью, детей, а только потом их сущность и открывалась. В одной из таких историй муж, так сильно полюбив жену, уговорил ее остаться в семье, несмотря на ее происхождение.